Отец, мы прославляем Тебя и благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Мы приходим перед Ним с ожиданием. Во имя Иисуса. Это Слово живого Бога. Нет Слова выше, чем это Слово. Нет выше Бога, чем наш Бог. Живой Бог. Всевышний Бог. И мы благодарим Тебя за это. Но тем не менее мы приходим перед Ним с чувством принадлежности и освобождения, общения с Тобой. И мы воздаем Тебе хвалу. Я прошу Тебя сейчас во имя Иисуса, чтобы откровение наполнило наше сердце и наш разум. И я прошу Тебя, Отец, сегодня о чудесах. О сверхъестественных проявлениях присутствия Иисуса. И мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Хвала Тебе, Господь. О, благодарение Богу. Давайте обратимся ко второй главе послания к Колоссянам. О, слава. Скажу вам, я сегодня узнал кое-что из Слова Божьего, что действительно привело меня в восторг. Я поделюсь сейчас этим с вами. Послание к Колоссянам, 2 глава, 6 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса, помазанного Иисуса, Господа, так и ходите в Нем». «Как вы его приняли?» «Верой». «Поэтому ходите верой». «Понимаете?» «Будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением». Один человек, фактически мне это говорил не один человек, со мной это происходило не один раз, но я сейчас вспоминаю один конкретный случай. И когда он это сказал, это не было комплиментом. Он изо всех сил старался говорить обо мне неприятно. Понимаете? Один из тех, кто называет, принимает, провозглашает и предъявляет права с гиперверой. Назвал меня гиперверой. И когда я это услышал, я не знал, что означало гипер. И он, конечно же, не восхвалял меня. И он и сам этого не знал. Но именно это я и делал. Я провозглашал, я принимал, называл, предъявлял права, и я настолько гипер, насколько я только могу быть. И сегодня я прочитал это местописание, и Господь сказал, «Вернись и перечитай это». Я прочитал это еще раз. «Будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней». Преуспевая в вере. Понимаете? Преуспевая в вере. И слово «преуспевая» привлекло мое внимание. Заинтересовало меня. Я подумал, преуспевая в вере. Изобилуя верой. Я знаю, что я делал эту всю неделю. Я изобиловал верой. Боже мой, скажу вам, все эти послания о вере. Все проповедующие на этой неделе. Джерри Сэвэл учил в один из дней о благоволении Божьем. Я начал изобиловать верой. Куда бы я ни посмотрел. Это благоволение Божье там. Я написал у себя в Библии. У меня статус привилегированного ребенка. Я понял это. Я открыл толковый словарь слов Нового Завета Вайна. И я сказал, я посмотрю значение этого слова, переведенного как «преуспевая». Словарь перенаправила меня к слову «избыток». Я сказал, выглядит неплохо. Сноска отослала меня к слову «избыток». Поскольку это то же самое греческое слово, понимаете? Я обратился к слову «избыток». И под словом «избыток» скажу вам, во мне сегодня радость Господа. Если бы внешне со мной происходило то же самое, что происходит со мной внутри, вам бы пришлось посторониться сегодня. Я посмотрел греческое слово «избыток», и вот его определение. «Превосходящая мера свыше обычного». Это я. Это моя вера. «Превосходящая мера свыше обычного». И давайте прочитаем это следующим образом. Колоссянам 2.7. «Будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, с превосходящей мерой свыше обычного, в благодарении». О, слава! А вдруг я подумал, я взял маленький словарь «Глори», который она с собой носит. Она носит с собой один из этих маленьких электронных словарей. И я набрал в нем слово «гипер». «Гипер». Знаете, какое определение слова «гипер»? «Превосходящая избыточная мера свыше обычного». Да, тот человек опять же был прав. О, у меня гипер-вера! Слава Богу! Аминь! И у вас тоже. Я сказал, и у вас тоже. Да. Есть обычный магазин, а есть гипер-маркет. О, обычный магазин, это хорошо, но в гипер-маркете есть все. Аллилуйя. Мы гипер. Аминь! У меня гипер-вера. Это возгретая вера. Орл Роберт сказал кое-что о вере, когда он проповедовал в церкви Игл Маунтин, и скажу вам, к тому времени, как он закончил свою проповедь в то воскресное утро, я был как фейерверк. Я был готов разлететься во все стороны. Я был готов разлететься одновременно во все стороны. И что меня так зацепило? Он рассказывал о том, как в округе Понтатонг, в штате Оклахома, многие годы назад индейцы впервые нашли нефть. Знаете, они строили нефтяную вышку из дерева. В то время они не могли перевозить нефтяные вышки туда-сюда, как это делается сейчас. И они построили эти деревянные буровые вышки, установили их там, и они бурили на земельном участке человека, являвшегося родственником их семьи. Они были бедными. Они были бедными всю свою жизнь. И они бурили на участке того человека. И вдруг они пробурили нефтяную скважину. И в то время у них еще не было защиты от прорыва нефти на их скважинах. И когда вы пробуривали ее, нефть находилась под большим давлением. Она просто вырывалась наружу. И эта нефть просто била фонтаном. И он сказал, что тот человек снял свою шляпу, подставил ее под этот фонтан, наполнил ее нефтью, затем надел эту шляпу себе на голову. Нефть текла по его лицу, попадала в рот. И он сказал, «Мы больше не будем бедными!» И Орл Роберт сказал, «Скажу вам слово живого Бога. Пробурится сквозь ваши сомнения, пробурится сквозь ваше неверие, пробурится через всю эту неразбериху внутри вас и будет продолжать бурить, продолжать бурить, пока не добурится до вашей веры, слава Богу! И ваша вера фонтаном прорвется через все это сомнение, через все это неверие. И мы больше не будем бедными! Аллилуйя! Аллилуйя! Да, аминь! Во мне бьет сейчас фонтан! Аллилуйя! У меня гипервера! Аминь! Слава Богу! Да! 1 Иоанна, 5 глава. Первые пять ее стихов. Слава Богу! Скажу вам, слова «глории» просто звучат у меня в ушах. Я открою и прочитаю это. Найдите его в своей Библии. 1 Иоанна, 5 глава. 1 Иоанна, 5 глава. Всякий верующий, что Иисус есть помазанный, от Бога рожден. И всякий любящий родившего любит рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша. У Бога есть план для вашей победы. Ее слова просто звучат у меня в ушах. У Бога есть план для вашей победы. И это вера. Это вера. Бог планировал, что вы будете жить верой. Бог планировал, что вы будете побеждать. Бог планировал, что вы будете побеждать плоть. Бог планировал, что вы будете побеждать это проклятие. Бог планировал, что вы будете побеждать все, что дьявол пытается сделать в вашей жизни. Бог планировал, что вы будете побеждать все сомнение и неверие. Бог планировал, что вы будете иметь благополучие на этой земле во всех отношениях. У вас может быть много денег, и вы можете не иметь благополучия. Большинство людей, у которых есть деньги, живут без Бога, и у них нет благополучия. Аминь. Вы можете иметь широкое общественное признание и не иметь благополучия. Материализм — это убийца. Это убийца. Материализм вызван неналичием чего-то материального. Это не материализм. Материализм — это попытка восполнить духовные нужды с помощью материальных вещей. Это невозможно. Неважно, будь это одна вещь или много вещей, вы не можете восполнить духовные нужды материальными вещами. Во многих случаях люди пытаются восполнить духовные нужды с помощью других людей. Вы не можете этого сделать. Есть только одна личность, которая восполняет духовные нужды. И его зовут Иисус. Иисус. О, да, брат Копланд, да, знаете. Скажу вам, брат Копланд, если бы я только могла найти правильного человека. Знаете, на так многие вещи был бы дан ответ в моей жизни. Я бы избавилась от этого чувства неуверенности. У моих детей был бы хороший человек, и был бы отец. Я бы не чувствовала себя так. Я бы не была так опустошена финансово. Если бы я только могла найти хорошего мужчину, который бы позаботился обо мне. Что ж, его зовут Иисус. Только он может это сделать. Понимаете, то, о чем она говорит, является материализмом. Вам лучше разобраться с этим до того, как вы вступите в брак. Иначе все, что вы сделаете, это найдете себе какого-нибудь мужчину и сделаете его таким же несчастным, как и вы сами. И украдете его деньги. Я скажу вам кое-что еще. То, что вы просто найдете женщину, с которой вы сможете легально иметь отношение, не решит сексуальную ситуацию в вашей жизни. Вам лучше решить это до того, как вы вступите в брак. Потому что это является чем-то прелюбодейным. Это является чем-то прелюбодейным. Искать женщину, чтобы удовлетворить свое половое влечение. Разберитесь с этим в Слове Божьем. Решите это раз и навсегда во имя Иисуса с помощью Слова Божьего, с Господом Иисусом Христом. И затем, когда вы будете вступать в брак, у вас будет что-то, что вы сможете предложить женщине. Что-то стоящее. Понимаете? Говоря о материализме. Я знал одного проповедника года тому назад, пусть Бог его благословит. Каждый раз, когда что-то начинало идти не так, он чувствовал, что ему нужно было поехать куда-то и, может быть, купить себе новый набор одежды. И это помогло бы ему чувствовать себя более процветающим. И, конечно же, он покупал ее в кредит. И проходило не так много времени, как подходил срок выплат за этот кредит. И вот он снова чувствовал себя подавленным. И теперь ему нужно было сделать что-то еще. Понимаете? Он шел и делал себе стрижку за 25-30 долларов. А этого хватало на 20 минут. Понимаете? Вы не можете восполнить таким образом духовные нужды, обрести чувство защищенности в жизни. Бог всемогущий является вашим источником. Вы меня слушаете? И единственный путь, как вы сможете его обрести? Ухватитесь за это, потому что мы сегодня движемся к чему-то. Ухватитесь сейчас за это. Это слово, которое мы только что прочитали, укреплены в вере. Утверждены в вере. В чем вы утверждены? Как вы можете знать? Утверждены ли вы в вере? Утверждены ли вы в чем-то? В чем вы утверждены? И вы утверждены в чем-то? Если вы уже достаточно взрослые, чтобы просыпаться утром и самостоятельно одеваться, вы утверждены в чем-то. Потому что для этого не требуется много времени. Маленькому ребенку не требуется много времени, чтобы утвердиться в том, что, как говорят его родители, является правильным. Он быстро в этом утверждается. И маленькие дети начнут думать точно так же, как вы. Они будут утверждены в тех же страхах, в которых утверждены вы. «О, дорогой, не беги туда. Мама боится, что тебя собьет машина». Не утверждайте своих детей в страхе. Как вы можете знать, в чем вы утверждены? Утверждены ли вы в вере? Или же вы утверждены в неверии? Иисус сказал, «От избытка вашего сердца говорят ваши уста». Это один из путей узнать это. Другой путь. Это... Какой была ваша первая мысль? Какой была ваша первая мысль? Утверждены ли вы в медицине? Мы с Глорией верим в медицину, мы верим во врачей. И я предпочитаю спасенных врачей. Лично я не вверю себя в руки неспасенного врача, чтобы он копался во мне. Я не буду этого делать, если он не знает Иисуса. Я не вверю себя ему. Мое тело принадлежит Иисусу. Оно не принадлежит мне. Я просто его управляющий. Я лично не хочу, чтобы кто-то, кто не знает Иисуса, говорил мне что-то о моем физическом теле. Это не его дело. Я утвержден в этом. Если в нашу семью приходит какая-то немощь, болезнь или что-то еще, медицина стоит у нас далеко не на первом месте. Мы о ней можем даже и не подумать. Я совершенно в ней не утвержден. Некоторые люди настолько утверждены в ней, они... О, позвони врачу. Понимаете, из-за любой мелочи они устремляются к врачу. Это потому, что так или иначе, вы утвердили это в качестве вашего источника исцеления, утешения, здоровья или чего бы там ни было. Большинство христиан, с сожалению, должен сказать, утверждены в проблемах. И многие из нас были утверждены в традициях, религиозных традициях. Люди утверждаются в религиозных представлениях и говорят, ну, Бог больше этого не делает. Бог больше того не делает. Вы можете настолько сильно утвердиться в этом, что когда кто-то начнет говорить вам о том, что Бог все-таки делает, вы встанете и будете воевать с ним по этому поводу. Почему? Вы были утверждены в этом. Бог сотворил вас таким образом, по своему подобию, что вам трудно изменяться. Вы это когда-нибудь замечали? Вы когда-нибудь замечали, что вам очень трудно изменить что-то, что вы делали на протяжении какого-то периода времени. Почему? Потому что у вас есть способность развиваться не только физически, но и в сфере вашей души, вашей воли, ваших эмоций, вашего разума. У вас есть способность тренировать, развивать и расширять свое знание. Вы можете развиваться в том, что вы можете делать. Я имею в виду, что вы можете стоять сейчас и разговаривать с кем-то другим и в то же самое время параллельно застегивать свою рубашку, потому что вы делали это каждый день. Но вы не могли бы этого сделать в пятилетнем возрасте. Тогда это было для вас серьезным делом застегнуть свою рубашку. Вам, возможно, приходилось делать это четыре раза, прежде чем вы смогли застегнуть ее правильно. Вам требовалась чья-то помощь, но вы не остались на том уровне. Если вы привыкли застегивать свою рубашку сверху вниз, может потребоваться много времени, чтобы научиться застегивать ее снизу вверх. Мы это так не делаем. Я имею в виду, что вы утверждены в этом. Понимаете? Бог сотворил вас таким образом. Это не проклятие. Если только вы не утверждаетесь чем-то неправильным. Для этого и нужно слово Божье. И что происходит, когда Бог приходит, как это было однажды со мной, и говорит, «Я хочу, чтобы ты вышел на телевидение. Я хочу, чтобы это бескомпромиссное слово «вера» звучало всеми доступными способами». Я знал две вещи. Телевидение дорогое, и во-вторых, я не знаю, как на него попасть. И моей первой мыслью было, «Где я возьму деньги, чтобы это делать?» Я мог стоять и целый день говорить вам, что Бог мой источник, но что касалось телевидения, он не был моим источником. Я еще не был тогда на телевидении. Я тогда еще не утвердил Бога в качестве моего источника в том, что касалось телевидения. Я сделал это в том, что касалось некоторых других вещей. Но когда дело коснулось телевидения, когда дело коснулось таких денег, моей первой мыслью было, «Где я возьму деньги, чтобы выйти на телевидение?» А это уже было не мое дело искать деньги. Но я был моим источником. Я был утвержден в этом. Я не был утвержден вере в этой сфере. Я был утвержден в том, что «Как я могу это сделать?» И ответ был «Я не могу». Я не могу, у меня нет никакой возможности это делать. То есть у меня плохой источник, не так ли? У меня беспомощный источник. И в один из дней я ходил туда-сюда и молился. «Бог, как я вообще смогу это сделать? Откуда мы возьмем деньги, чтобы делать телевизионные передачи?» И Дух Божий проговорил ко мне в тот день. У меня, наконец, хватило ума замолчать и начать молиться. Я просто молился и поклонялся Господу в духе. И Господь сказал, «Канат, не ищи пути того, как привезти деньги. Ищи пути того, как донести Слово Божье. И деньги тогда придут». Он прямо тогда изменил мою жизнь. Изменил мой метод. Я начал размышлять над этим. Я начал искать места Писания, говорящие об этом. Понимаете? Он говорит следующее. «Сеятель Слово сеет». Я обратился к 4 главе Евангелия от Марка, и я увидел, о чем он именно мне говорил. «Сеятель Слово сеет». Слово Божье – мой источник умножения. Слово Божье – мой источник силы. Слово Божье – мой источник веры. Слово Божье – источник моего поведения. Слово Божье – источник этого телевизионного служения. Если я не строю его на Слове Божьем, я рано или поздно потеряю его Потому что я пойду на компромисс, чтобы сохранить его Вы потеряете все то, что пытаетесь сохранить, идя на компромисс Поэтому я начал развивать это, я начал исповедовать это Я начал говорить это, я начал говорить это о Глории И мы обсуждали это, и мы говорили об этом, и говорили об этом, и говорили, и говорили об этом И я пришел к тому, что я утвердился в том факте, что Бог был моим источником И теперь все, что мне нужно делать, это просто ждать, пока Он скажет, что делать Когда делать? И где это делать? И я готов, потому что он мой источник. Я пришел к тому, что когда кто-то говорил «телевизионный счет», я сразу же думал «спасибо тебе, Иисус». Я не думал сразу же о банке. Банк больше не был моим источником. Богу потребовалось много времени, чтобы научить меня выходить на такой уровень, когда я был утвержден вере в отношение того факта, что банк не был моим источником. Бог мой источник. И в конечном итоге это вылилось в еще большее. Вместо того, чтобы просто Бог был моим источником, я наконец осознал, что даяние было моим источником. Именно поэтому меня так зажгло то послание, которое на днях проповедовал Крефма Доллар. Бог дал человеку семя и власть. И это его источник. Слава Богу! Человечество может отправляться к звездам. Слава Богу! И должно, когда Бог является его источником. Вера является его источником, потому что у него есть власть сеять Слово Божье, как семя. Отец, мы прославляем Тебя и благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Мы приходим пред Ним с ожиданием во имя Иисуса. Это Слово Живого Бога. Нет Слова выше, чем это Слово. Нет выше Бога, чем наш Бог. Живой Бог. Всевышний Бог. И мы благодарим Тебя за это. Я прошу Тебя сейчас во имя Иисуса, чтобы откровение наполнило наше сердце и наш разум. И мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Хвала Тебе, Господь. О, благодарение Богу. Я прочитаю местописание из послания к Галатам. Это то местописание, которое Господь дал нам в начале этой конференции. Кажется, что это было буквально вчера, а уже прошла почти неделя. Слава Богу. Галатам 3.5. Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли законы сие производят, или через наставление в вере. И мы получали наставление в вере. Мы слышали слова веры. Слышали о вере. И сегодня мы еще о ней услышим. Слава Богу. Давайте снова прочитаем 5 главу 2 послания. Коринфянам. Откройте вместе со мной. 5 стих. «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и, как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. Мы ходим верой». Скажите это. «Мы ходим верой». Слава Богу. И одна из вещей, которую мне пришлось научиться делать верой, это было одной из наиболее трудных для меня вещей, поскольку это было полной противоположностью того, с чем у моей естественной плоти действительно были трудности. Мне не было трудно научиться тому, как ходить верой, как только я узнал, как работают законы веры. Один человек подошел ко мне и сказал, «Брат Копланд, и, понимаете, он просто лез в бутылку из-за темы процветания. Он сказал, «Брат Копланд, знаете, мне и моей небольшой семье не так уж много нужно, всего несколько сотен долларов в месяц. Это все, что нам нужно». Представляя это как смирение. Понимаете, он перенял мирское представление. «Ты получил это, ты должен хранить это. А если я буду хранить это, это разрушит меня». Он уже разрушен, поскольку он ходит в неверии. А когда вы ходите в неверии, вы впадаете в него по тому же примеру. Это то, что говорит Слово Божье. Вы не можете играть с неверием и где-то не впасть в него. И я просто спросил у него, «А как же насчет вашей церкви? То, что вам нужно всего 500-600 долларов в месяц, и мне не хотелось бы быть вашей семьей. Я гарантирую вам, она голодает. Вы принимаете решение, что им ничего не нужно. А как насчет вашей церкви? Как насчет вашего пастора? Как насчет миссии? Как насчет тела Христова? Как насчет тех людей, которые сегодня голодают? Вам нужно всего 500 долларов в месяц? Нет проблем. Это между вами и Богом. Возьмите и верьте Богу о 10 тысячах долларов. Берите из них свои 500 долларов, а 9,5 тысяч вкладывайте в работу Божью. Но, понимаете, его мышление утверждено в мирской системе. Его мышление не утверждено в Царстве Божьем. Его мышление не утверждено в процветании и избытке Божьем. У него нет гиперверы. У него гиперневерие. Он весьма в нем развит. О, да. Просто посмотрите на него, и он скажет «Да, но». Неверие всегда идет вразрез со Словом Божьим. Как-то раз я встретил одного человека около магазина бытовой техники. Глория ходила по магазину, а я вышел на улицу и сидел у входа в этот магазин. И тут ко мне подошел этот человек. «О, вы брат Копланд, не так ли?» Я ответил «Да». Он сказал «Я смотрю вас по телевизору, слава Богу, аллилуйя». «Спасибо тебе, Иисус». Я ответил «Что ж, хвала Господа, я встретил брата, и мы пожали друг другу руки». Я сказал «Слава Богу». Он сказал «Да, аминь. Там просто ад, не так ли?» Я ответил «Скажу вам одно, слава Божьей накрывает весь этот мир». Он сказал «Скажу вам, никогда не было столько греха, сколько его есть сегодня». Я ответил «Что ж, могу сказать вам следующее?» Бог сказал «Когда умножается грех». Призабилует благодать. Призабилует. Он сказал «Я не знаю, что мы будем делать». Он не слышал ни одного моего слова. Я сказал «Знаете, что я буду делать?» Я просто буду продолжать прославлять Бога и побеждать. Хвала Господу. Он сказал «Скажу вам, я не знаю, что мы будем делать. Правительство катится в пропасть». О, я озабочен этим. Озабочен этим. Я решил, что я просто буду молчать и посмотрю, как далеко он зайдет. И он за каких-то 15 минут чуть не отправил на собой хват. Он настолько утвержден во всем том, что происходит вокруг него, что когда прозвучало слово Божье, он его даже не услышал. Он отошел от меня и сказал «Бог, я молюсь за Него во имя Иисуса». И Господь ответил «Это бесполезно». Я спросил «Мне бесполезно за Него молиться?» Он ответил «Да, люди молились за Него». И благодаря их молитвам я прислал его к тебе сюда. Но ты видишь мою проблему с Ним? Он настолько сильно утвержден, он не будет слышать слово Божье. Я практически могу описать вам ту церковь, в которую ходит этот человек, поскольку он является копией своего пастора. Один человек шел как-то по улице. Это реальная история. И встретил молодую женщину, которая не так давно родилась свыше. И она была в восторге от Иисуса. Она работала в магазине, и когда она увидела этого человека, она сказала «Аллилуйя! Доброе утро!» Она знала, что тот человек был в служении. «Слава Богу! Аллилуйя! Разве это не замечательный день?» Он ответил «Вот это часть проблемы». Она спросила «Что?» Он ответил «Весь мир катится в ад, а христиане ходят и думают, что это замечательный день, а по всему миру есть люди, которые умирают от голода». Он подавил ее. Он просто раздавил ее. Она вернулась в магазин. И там в магазине был мой друг-проповедник. Она вернулась туда и сказала «О, брат, я хочу у вас кое-что спросить. Вы находитесь в служении, не так ли?» Он ответил «Да». И она спросила у него про то, что сказал ей тот человек. Он спросил «Что ж, могу я задать вам вопрос?» Она ответила «Да». Он спросил «Будучи подавленной и пребывая в отчаянии, вы сделаете что-либо для кого-то, кто голодает за тысячу километров отсюда?» Она ответила «Нет». Он спросил «А за восемь тысяч километров отсюда?» Она ответила «Нет». Он спросил «Вы более склонны давать и двигаться в вещах Божьих в том, что касается скорби этого мира, когда вы подавлены, печальны и находитесь в глубоком отчаянии, или же когда вы во имя Иисуса ходите верой и говорите «Это прекрасный день в Боге, и я помогу развернуть чью-то жизнь на 180 градусов». Она ответила «Да, теперь мне понятно». Она была рождена свыше всего два или три месяца и была умнее того человека, который подавил ее. Понимаете? Почему? Тот человек был утвержден в беспокойстве. И беспокойство – это проявление лжи дьявола, приходящее от размышления над ней. Библия говорит, чтобы мы поучались, размышляли над Словом Божьим день и ночь. И тогда вы будете знать, как делать то, что в нем написано. Вы будете успешны и будете процветать. Размышление над лжи дьявола – это беспокойство. Я имею в виду, что некоторые люди являются профессиональными беспокойными людьми. Они будут беспокоиться вместо вас. Если вам не о чем беспокоиться, дайте это мне, я побеспокоюсь об этом. Выбросьте слово «беспокойство» из своего лексикона. Люди используют его как сленговое слово, подобно тому, как вы используете слова «страх» и «смерть». Беспокойство является частью синдрома страха и смерти. Выбросьте все эти слова «страха» из своего лексикона. Избавьтесь от них, потому что мы изобилуем благодарением. Мы не изобилуем беспокойством. Мы не собираемся изобиловать смертью и страхом. Мы будем изобиловать благодарением. И когда вы начинаете воздавать благодарение Богу и прославлять Бога за те вещи, над которыми вы работаете, и те места Писания, в которых вы задействованы, и которые вы вкладываете в свое сердце и в свой дух, слава Богу, дают вашей вере возможность быть мерой сверх. Слава Богу, разве это не здорово? Но вы начинаете беспокоиться. И смотрите, что происходит. Что ж, вы думаете, вы думаете, что нам пора начать беспокоиться об этом? Боюсь, что да. Скажу вам, я беспокоился об этом, и это до смерти меня напугало. Послушайте это. Просто послушайте эти слова. Во-первых, вы солгали. Вы солгали. Что? Да, вы солгали. Вы сказали мне, что это напугало вас до смерти. Это не напугало вас до смерти. Вы по-прежнему стоите здесь и разговариваете со мной. Вы не умерли. Поэтому это была ложь. Если бы я был дьяволом, и вы стоите здесь и лжете, я бы сделал все возможное, чтобы взять контроль над вашей жизнью. Поскольку я отец лжи. И вы стоите здесь и говорите мне, что ваши ноги убивают вас. Послушайте, в чем вы утверждены. Понимаете? Это одна и две из этих вещей сами по себе не возымеют особого эффекта. Но когда из этого строится весь ваш лексикон, и вы не обращаете на это никакого внимания, «О, я чуть не умер от радости!» «О, я знаю, что это сносит крышу!» Что ж, скажу вам одно, я стоял там до тех пор, пока у меня это уже из ушей не полезно. Иисус сказал, «Да будет слово ваше, да!» «Да?» «Нет?» «Нет!» «А что сверх этого, то от лукавого». Это ловушка. Это ловушка, чтобы тянуть вас, тянуть вас и тянуть вас, и заманивать ваш дух, тянуть и заманивать ту часть вас, который имеет дело с небесным осуществлением, которым является вера. Вера всегда работала одинаково. Она всегда будет работать одинаково, поскольку вера является небесным осуществлением, и небеса никогда не изменяются. Вы будете жить верой всю вечность. Небеса основаны на ней. Без нее невозможно угодить Богу. Здесь вы или там. Друзья, скажу вам, я получил новое понимание и новое видение того, что Бог призывает нас делать в это время. Вы думаете, что мы были посвящены Богу? Вы думаете, что мы всецело отдали себя Богу? Нет, мы не отдали всецело себя Богу по сравнению с тем, что мы будем делать сейчас вплоть до пришествия Иисуса. Я хочу, чтобы вы знали, что мы будем ходить в некоторых вещах, которые в прошлом были просто чьей-то мимолетной мыслью. Мы будем ходить в вере, которая будет изумлять этот мир. Аллилуйя! Воскрешение мертвых станет обычным явлением. Обычным явлением! Гипервера! Аллилуйя! И есть два вида веры. Откройте 20-ю главу Евангелия от Иоанна. Иоанна 20-я глава. И мы раз и навсегда решим ходить верой, а не видением. И мы примем твердое, качественное решение быть утвержденными, укорененными и утвержденными в Нем и утвержденными в вере. Утвержденными в какой вере? В вере Божьей, вере Иисуса. Аминь. Иоанна 20-я глава. А давайте прочитаем 23-й, 24-й и 25-й стихи. 24-й стих. Фома же, один из двенадцати, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра, его не поверю. Итак, это было актом его воли. Он сказал, пока я не увижу это, я не буду этому верить. Я не буду этому верить. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты. Слава Богу! Прошел прямо сквозь стену. Стал посреди их и сказал, мир вам! Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, и вложи в ребра мои. И послушайте, что он сказал. «И не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня». «Блаженны, благословлены, наделены силой». Вот что означает это слово. «Наделены силой, благословлены невидевшие и уверовавшие». Итак, мы утверждены в этом. мы утверждены сегодня в том, что нам не требуется физического доказательства того, что Слово Божье истина. И когда вы утверждены в том факте, что вам не обязательно иметь физическое доказательство того, что Слово Божье истина, именно тогда и приходит физическое доказательство. Аминь. Именно тогда оно и приходит Когда вы утверждены в том факте, что Слово Божье истинно Мой Господь Бог на небесах Если мы что-то и слышали на этой неделе, так это это Мы слышали это И когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое Хвала Господу Вы утверждены? У вас есть обязательство перед Богом быть честными с самими собой? Проверять себя в тех сферах, в которых вы не укоренены И не утверждены в нем, чтобы делать все необходимое для того Чтобы укореняться и утверждаться в нем И становиться утвержденными в своей вере Становиться утвержденными в том, что наш Бог жив В том, что Бог любит вас Становиться утвержденными в том, что я призван Богом Становиться утвержденными в некоторых вещах Есть некоторые вещи, о которых вам не нужно больше молиться. Некоторые вещи вам нужно утвердить раз и навсегда. Мы с Глорией утвердили раз и навсегда, много лет назад, что наши дети не пойдут в ад. Нет, мы утвердили это. Сатана, ты не прикоснешься к ним. Держи свои руки подальше от наших детей. Держи свои руки подальше от всех их троих. Ты не тронешь их. Ты не имеешь к ним никакого отношения. Мы утвердили это. Мы потратили целый день на то, чтобы найти места описания, говорящие о детях. Мы разложили на кровати наши симфонии, библии, конспекты. И мы потратили тот день, ища места описания, говорящие о детях. Великий мир будет у сыновей твоих. Слава Богу. Мы выписали их все. Я хочу, чтобы вы знали, мы просто топтали дьявола. Мы совершили хлебопреломление и утвердили это навеки. Что наши дети принадлежат Богу. Нам больше незачем об этом молиться. Мы утверждены в этом. Это совершено. Мы утверждены в этом. Помните, когда у нас тут ходил свиной грипп? Начнем с того, что кто вообще хочет подхватывать грипп от свиньи? Не могло же быть небесного гриппа. Если он не приходит с небес, что вы с ним делаете? Я позвал наших детей и сказал, хорошо, мы сделаем прививку от гриппа. О, глаза Джона округлились. Он уже представлял, как я воткну что-то ему в руку. Понимаете? Мы сделаем прививку от гриппа, сказал я. Возьмите свою Библию. Мы все взяли Библии, сели за стол, совершили хлебопреломление, выложили все места Писания об исцелении, и мы провозгласили перед Богом на небесах, что грипп не приходит с небес. Поэтому он не принадлежит нам. Если он не приходит с небес, он не принадлежит нам. Поэтому мы не собираемся его принимать. Мы не принимаем то, что не приходит от Иисуса. Иисус наш Господь. Поэтому мы не принимаем то, что не приходит от Него. И я нигде не могу найти в Библии, что он когда-либо навел на кого-то грипп. И мы сделали эту прививку. Мы утвердились. Говорю вам. Наша семья утверждена в том, что грипп нам не принадлежит. Мы провели там какое-то время после обеда, и дети включились в это. Мы сели за стол. «Мы будем болеть гриппом?» «Нет». Я имею в виду, что мы утвердились в том, что грипп нам не принадлежит. Знаете ли вы, что никто из нас с тех пор не болел гриппом? Наша прививка по-прежнему работает. Я утвердился в этом. В последующие годы ко мне несколько раз приходили симптомы гриппа. Я просто останавливался и говорил «нет, нет, 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 я не заболею». «Нет, я не заболею, я утвержден против тебя, грипп». «Я не заболею тобой, забирай эти симптомы, убирайся отсюда». Ты можешь найти кого-то другого, кому ты сможешь их навязать, это твое дело. Но не мне, не этой семье, мы не болеем гриппом. Мы были привиты, слава богу, нам была сделана прививка. Мы не болеем гриппом. Знаете, прошло столько лет, и никто из нашей семьи не болел гриппом. Ни один из этих симптомов не задерживался у меня более 20 минут. Разве это не сильная вещь? И что произошло? Я утвердился в этом. Вы можете это сделать. И вам следует это сделать. Аллилуйя. Вы что-то для себя сегодня узнали? Давайте встанем и вздадим Господу хвалу и благодарение за это. Поднимите свои руки и начните поклоняться Богу. Скажите громко, «Я верующий». «Я не тот, кто сомневается». «Я часть Божьего тела». «Я верующий». «Мне все возможно». «У меня есть имя Иисуса». «Во мне есть вера Божья». «У меня есть кровь Иисуса». «У меня есть Слово Божье». «И во имя Иисуса». «Я провозглашаю это». «Я принимаю мое утверждение». «Я утвержден в Слове Божьем». «Укоренен и утвержден в нем». «Утвержден в силе Божьего имени». «Утвержден в вере». «Не в слабости, а в вере». «Не в проблемах, а в вере». «О, я знаю, что проблемы приходят». «Но я не помышляю постоянно о проблемах». «Я не помышляю постоянно о том, а что если». «Я помышляю постоянно о победе в Иисусе». «И сия есть победа, победившая мир». «Вера моя». «Я от чада веры». «Я рожден от Его веры». «Я хожу Его верой». «Я не хожу требованиями моей плоти». «Я хожу Словом Божьим». «Я утвержден и укреплен в нем». «У меня нет страха». «Перед плохими известиями». «Бесами». «Или какого-то рода бедствием». «Я утвержден». «У меня есть победа». «Я победитель». «Я побеждаю». «Слава Богу». «Я получил наставление вере. «И во имя Иисуса». «Я принимаю то чудо, в котором я сейчас нуждаюсь». «Чудо». «Приходи ко мне сейчас». «Чудо». «Приходи ко мне сейчас». «Чудо». «Приходи ко мне сейчас». «Я принимаю тебя». «А ты Иисуса». «Чудотворца». «Источника всего чудотворного». «Я принимаю тебя». «В мою жизнь». «Сейчас». «Отец, мы благодарим тебя за Слово Божие. «Мы благодарим тебя за Твое присутствие среди нас. «Мы благодарим тебя за проявление Твоей славы в каждом избавлении, каждом спасении, в каждом человеке, жизнь которого была изменена, и семья которого была воссоединена, чтобы начать новую жизнь». «Господь, мы просто прославляем Тебя за это. Мы благословляем Тебя за это всем нашим сердцем». «Я прошу Тебя во имя Иисуса, когда мы приступаем сегодня к Твоему Слову, чтобы каждого человека сегодня здесь коснулась сила живого Бога, чтобы их жизнь, какой бы ни была их нужда, какого бы это ни требовало сегодня чуда, я прошу, чтобы это произошло. «Во имя Иисуса, согласно Твоему Слову и Господь, мы воздаем Тебе всю хвалу, честь и славу за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя». «Всю неделю на этих собраниях мы двигались сверхъестественным божественным курсом». «Давайте обратимся сегодня ко второму посланию Петра. Мы уже кое-что из него читали. Но давайте вернемся к первой главе второго послания Петра. Вера — это стойкая сила. Она никогда не пассивна. Вера — это духовная сила. Вера — это сила. И говоря о ней, Библия использует греческое слово «дюнамис». Это слово является корневым словом для нашего слова «динамит». И также для нашего слова «динамо». «Дюнамис» — сверхъестественная, самовозбуждающаяся взрывная сила. Вера работает, когда она приведена в действие. Согласно посланию Иакова, 2.17, вера без соответствующих действий мертва. Вера — это слово «действие». Верить — это слово «действие». Верить во что-то значит быть активным. Вы не можете верить во что-то, не поступая так, как будто так оно и есть. Вы не можете верить в одно, а поступать как-то по-другому. Либо одно, либо другое является ложью. Аминь. И что я имею в виду, говоря, что верить — это слово «действие». Высвобождение веры никогда не является чем-то пассивным. Когда вера высвобождена, она живая, двигающаяся. Библия говорит, что теперь живут, теперь пребывают вера, надежда и любовь. Они все три являются духовными силами. Все они силы Божьи. И они намного сильнее, чем что-либо другое во всей этой вселенной. Верить — это слово «действие». И вера без соответствующих действий умирает. Она незавершенная, неосуществленная. Если бы кто-то вбежал сюда и сказал «в здание пожар», каждый, кто поверил бы этому, выбежал бы отсюда. Понимаете, что я имею в виду? Верить — это слово «действие». Вера приводит вас в действие. И каждый, кто сказал бы «я не чувствую запаха дыма», ваша жизнь основывалась бы на вашем носе, на ваших чувствах. Самое лучшее для вас — это поверить этому и выбежать отсюда. Аминь? Аминь. Ухватитесь за это, поскольку это будет задействовано в нашем изучении. Итак, второе послание Петра, первая глава, первый стих. «Петр, раб и апостол Иисуса Христа, или Иисуса помазанного, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, Иисуса помазанного Богом». Нет такого понятия, как вера, которая не работает. Нет такого понятия, как «недостаток веры». Если у вас есть хоть какая-то вера, и она у вас есть, если вы сделали Иисуса Христа Господом в вашей жизни, она есть в вас, Он вложил ее в вас. Если у вас есть хоть какая-то вера, у вас есть достаточно, чтобы посеять. И это все, что для этого требуется, поскольку вы сеете ее, и она будет расти. Иисус сказал, что все Царство Божье подобно этому, или то, как делает что-либо Бог, подобно тому, как если человек бросит семя в землю. И ученики сказали ему как-то раз, «Господь умножь нашу веру». И он ответил, «Если вы имели веру как семя, то вы бы сказали этому дереву, исторгнись и пересадись в море, и оно должно было бы вас послушаться». Помните, как он сказал от Евангелия от Луки? Позвольте мне обратить внимание на пару вещей. Мы пока не будем открывать это место, чтобы не тратить сейчас на это время. Я хочу двинуться здесь немного в другом направлении, но я хочу, чтобы это отложилось в вашем мышлении. Ученики попросили, «Умножь нашу веру». Он ответил, «Если бы вы относились к вере как к семени, вы бы не приходили ко мне и не просили, умножь размер этого семени». Вы знаете, что для того, чтобы умножить размер семени, его нужно посеять, поскольку оно не будет расти до тех пор, пока вы его не посеете, или пока вы не направите его по назначению. И он сказал, «Если вы имели веру зерно горчичное, вы бы сказали этому дереву, исторгнись». Итак, это указывает нам на то, что вера сеется посредством слов наших уст. Затем он сказал, «Исторгнись и пересадись в море». И оно послушалось бы вас. И ваша первая мысль. Он говорит, что это дерево должно послушаться вас. И это в действительности итог того, что он сказал. Но давайте задумаемся немного над этим, и кое-что из этого вынесем. Если бы мы услышали сильный шум, и кто-то бы сказал, «О, нет, кто-то взорвал машину на парковке». Кто взорвал эту машину? Эту машину взорвал динамит. Вы понимаете? Понимаете? Человек без посторонней помощи не мог взорвать машину. Но человек вместе со взрывным устройством могли взорвать машину. Ответственным был тот человек. Но взорвало машину взрывное устройство. Но взрывное устройство принадлежало тому человеку, который зажег фитиль. Потребовался тот человек, фитиль и взрывное устройство. И машины больше нет. Вы можете это видеть? Именно об этом и говорил Иисус в отношении вашей веры. Ученики попросили, «Умножь нашу веру!» Он ответил, «Если бы вы имели веру как семя, вы бы сказали этому дереву, «Исторгнись, и оно послушалось бы вас». Фактически, оно послушалось бы вашей веры, верно? А сколько они говорили о вере? Вере во что? Вере в Бога, номер один. Но когда вы сделали Иисуса Христа Господом в вашей жизни, она на этом не закончилась. Она на этом началась. Поскольку, когда вы это сделали, Библия говорит, что Бог вложил внутрь вас веру, с помощью которой вы могли в это верить. Вот откуда она у вас. Он дал ее вам, чтобы верить, что Иисус из Назарета, не только Господь, но что Бог воскресил его из мертвых. Без веры от Бога вы никак не могли бы в это поверить. Я помню, когда я еще был ребенком. Знаете, люди говорят, что они были в церкви каждый раз, когда открывались двери. У моей мамы был ключ. Мы постоянно ходили в церковь. И в конце концов я сказал ей, «Если я когда-либо стану больше тебя, я никогда больше туда не пойду». И я был достаточно глуп, чтобы исполнить это обещание. Знаете, я мог слышать, как люди говорили об Иисусе. Говорили о Боге, о том, что Он был распят, и потом воскрес из мертвых. И я думал, интересно, как Он это сделал? Но знаете, я никогда, ни в своем сердце, ни в своем разуме, не сомневался в том, что Он сделал. Даже будучи ребенком, я никогда не ставил это под сомнение. И знаете, если кто-то другой говорил о том, что кто-то еще воскрес из мертвых, я верю в это не больше, чем то, что гусь летает вверх тормашками. Понимаете? Это мог быть какой-то фильм про привидения, или какой-то фильм ужасов, где какой-то отвратительный парень воскресает из мертвых. Я в это не верю, никогда не верил, и никогда не буду в это верить. Почему? Во мне не было никакой веры в это верить. Но когда речь заходила об Иисусе, у меня никогда не было никаких проблем с тем, чтобы верить в это. Даже когда я был ребенком. Когда я вырос и стал постарше, я стал относиться ко всему очень скептически. Я очень ожесточил свое сердце в отношении всего, стал недоброжелательным к своей семье и ко всем остальным. Я был зол на весь мир. Но я по-прежнему знал, я имею в виду, что если бы кто-то спросил у меня, считаю ли я, а что Бог воскресил Иисуса из мертвых, я бы ответил, да, хотите подраться или поспорить об этом? Вы хотите повздорить на этот счет? Давайте. Понимаете? Я не сделал его Господом моей жизни. Я не знал, что я в этом нуждался. Я не хотел, чтобы он говорил мне, что делать. И еще будучи подростком, я узнал, что я был призван проповедовать. И это очень сильно меня напугало. И я бежал, бежал в другую сторону. Я делал все, что только знал, чтобы отправиться в ад. И скажу вам, у меня это чуть не получилось. Если бы не мама, она не дала мне туда отправиться. Мама с папой, особенно моя мама просто стояла на коленях в молитве. Она просто вымаливала меня из когтей ада. Причем много раз. Итак, я верил в это. И я хотел, чтобы вы увидели следующее. Семя веры было во мне, которое было посеяно в меня еще в детстве. Но я так и не давал ему прорасти. Я так и не позволял ему, что-то сделать. Учителя в воскресной школе пытались сказать мне, чтобы я пригласил Иисуса войти в мое сердце. Но я этого не сделал. Я думал, что если я когда-либо это сделаю, мне придется проповедовать. А я скажу вам, не собирался этого делать. Мы с Глорией только-только поженились. И Глория расстроила мои планы. Я был зол на весь мир. И я заявил, это было буквально за три дня до того, как я ее встретил. Я заявил это кому-то. Я помню это настолько хорошо, как будто это было вчера. Я сказал, знаете, я не верю, что любовь – это что-то настоящее. И меня учили, когда я был еще маленьким, что Бог есть любовь. Но в тот момент я не имел Бога в своем разуме, понимаете? Я сказал, я не верю, что любовь – это что-то настоящее. И скажу вам кое-что еще. Если это и что-то настоящее, тогда я не способен на нее. Это ложь, в которой убедил меня дьявол. И я верил в это какое-то время. Или думал, что верю в это, в любом случае. И должен вам сказать, Боже мой, я встретил Глорию, и это разрушило весь мой подход. Когда я впервые ее увидел, это все куда-то улетучилось. Я подумал, о-о-о, да. Я встретил ее. Я привез на самолете группу людей в Литтл-Рок, штат Арканзас. Футбольный матч между университетом Арканзаса и Техасским христианским университетом. Я жил в Форт-Ворте, штат Техас. И я привез туда этот самолет полный людей. Понимаете? Это был чартерный рейс. И некоторые люди, летевшие на моем самолете, были знакомы с какими-то людьми, которые знали ее родителей. И после футбольного матча в тот вечер у них была вечеринка. И меня тоже на нее пригласили. И тогда впервые я встретился с ее отцом, а ее там даже не было. Он подошел ко мне и начал рассказывать мне о том, что его дочка самая красивая девушка в штате Арканзас. Я сказал, да, да, здорово, отлично. Знаете, все считают, что у них красивые дочки. Минут через 15-20 он снова подошел ко мне. Я его вообще не знал. Он снова подошел ко мне, и я вел себя так, как будто мне это было совсем неинтересно. Он подошел ко мне и сказал, я хочу, чтобы ты знал, что моя дочка самая красивая девушка в штате Арканзас. Я сказал, неужели? Он ответил, да, точно. И я продолжил заниматься своими делами. Спустя какое-то время он снова подошел ко мне и сказал, знаешь? Я ответил, да, держу пари, ваша дочка самая красивая девушка в штате Арканзас. Он сказал, да, так и есть. Вижу, ты этому не веришь. Нет, я верю вам. Он спросил, на чем ты поедешь завтра утром в аэропорт? Я ответил, не знаю, на такси, наверное. Не знаю. Я еще об этом не думал. А что? Он сказал, я заеду за тобой. Я тебе ее покажу. Я ответил, хорошо. И он сказал мне, во сколько он за мной заедет. Я никогда и не думал, что увижу его снова. И, конечно же, на следующее утро он заехал за мной. И с ним была его дочка. О! Он был прав. Он постучал в дверь. Я открыл дверь, и как только я ее увидел, я подумал, этот человек знал, о чем говорил. Это просто уничтожило все то мое представление. Спустя где-то месяц мой начальник пришел ко мне и сказал, я купил одну компанию в Арканзасе, в небольшом городке. И я хотел узнать, не хотел бы ты отправиться туда, чтобы помочь управлять там офисом. И я подумал, «Эй, та девушка из Арканзаса». Я ответил, «Да, я поеду». Он сказал, «Я еще даже не сказал тебе, что там». Я ответил, «Да, но я поеду». И я подумал, интересно, смогу ли я найти эту девушку. Я отправился в Арканзас. Я пробыл там почти две недели. Они много что там меняли, работая день и ночь, день и ночь, день и ночь. И вдруг над тем местом нависла большая гроза. Большая гроза. И я подумал, птицы перестали летать еще рано утром. Мы никуда не полетим. Никуда никаких полетов не будет. Интересно, смогу ли я найти эту девушку. Я знал, из какого она была города, из маленького городка там, в Арканзасе. Я знал, что ее отец был там директором. Он был там директором школы. Я нашел в телефоне книги их номер, позвонил им. И она подняла трубку. Я сказал, «Привет». «Да». Она ответила, «Привет». Позже я узнал, что ее родители собирались куда-то в тот день. И они спросили у нее, не хочет ли она поехать с ними. Она ответила, «Нет, думаю, я останусь дома». Все это время она думала, интересно, позвонит ли мне этот парень. Понимаете, Бог подготавливал все это. Это благоволение Господне. Аллилуйя. Да. Я назначил ей на тот вечер свидание. Она жила в 65 километрах от меня. Я заехал за ней. И я думал об этом. Я думал об этом, пока ехал к ней. Пока я ехал к ее дому, я думал, когда я приеду туда, я знаю, что я сделаю. После сегодняшнего свидания, если я по-прежнему буду испытывать к ней те же самые чувства, которые я испытываю сейчас, я сразу же сделаю предложение. Потому что в ней было столько шика. И она умная. Красивая, стильная девушка. И я знаю, что на это потребуется какое-то время. Мне придется лгать. И что бы мне не пришлось делать, я буду это делать. Потому что это... Я подумал, я сразу быстренько сделаю ей предложение, поскольку, вероятно, мне придется работать над этим лет пять, чтобы... Понимаете? Мы отправились в тот вечер на свидание. Потом я привез ее обратно домой. Мы зашли на веранду ее дома. Я сказал, «Глория, ты выйдешь за меня замуж?» Она ответила, «Да, спокойной ночи». Закрыла за красивой собой такой дверь и зашла в дом. А я остался стоять там на веранде. Я думал, у нее будет больше здравого смысла. Но мне не нужно было лгать или еще что-то делать, скажу вам. Мы встречались на протяжении шести-семи месяцев и поженились 13 апреля 1962 года. Я нашел работу пилота в Литтл-Роке. Ее бабушка жила в Литтл-Роке. Глория переехала туда и затем мы поженились. Позже в тот же год я втянул нас в такие финансовые проблемы. Я даже не хочу этого касаться. Это было настолько плохо. Она в итоге оказалась дома, а мне пришлось искать работу. Ей в итоге пришлось сидеть дома на взятой в аренду кровати. и это было единственной мебелью в том доме за исключением старого кофейного столика, который я сделал в школьной мастерской, когда учился в старших классах, а также телевизора, который был сломан. И она сидела там, «О Боже, о Боже, о Боже, что мы будем делать?» А моя мама на каждый мой день рождения присылала мне Библию. И там, на этом кофейном столике лежала одна из этих Библий. Она взяла ее и прочитала то, что моя мама написала в самом начале этой Библии. И Глория знала о Боге не больше, чем знал я. Ее родственники ходили в церковь, мои родственники ходили в церковь, но они ходили в совершенно разной церкви. Поэтому мы решили, что никогда не будем поднимать этот вопрос, потому что если наши бабушки когда-либо соберутся вместе, у нас будет маленькая война. Поэтому мы просто вообще не будем ничего говорить о церкви. Глория взяла ту Библию, прочитала то, что написала в ней моя мама и приняла Иисуса как ее спасителя. Она родилась свыше на основании того местописания, написанного на первой чистой странице Нового Завета, которую прислала моя мама. Но Глория ничего мне об этом не сказала. Я бегу, ищу работу, а она дома молится за меня. Я возвращался вечером, ложился спать на этот 5-сантиметровый матрас, и я слышал, как она... Я думал, о, я притворюсь, что я сплю. Я думал, что она плакала из-за того, что мы в таких проблемах. А все это время она молилась за меня. Я этого не знал. Она ни разу ничего мне об этом не сказала. Началось какое-то движение, я нашел хорошую работу. Мы переехали из этой дыры в квартиру с мебелью. Переехали туда. Все выглядело намного лучше. И 2 ноября 1962 года у меня был полет. И со мной летел человек, который работал в газовой компании Арканзас-Луизиана. Я отвез его в город Шрифпорт, штат Луизиана, вернулся в Литтл-Рок и отправился на нашу новую квартиру. Я не знал, что Бог приготовил для меня эту квартиру. Я ей понятия не имел. Глория ни разу и слова мне об этом не сказала. Я вернулся в тот вечер домой, сел там, я пошел переодеться. Глория готовила ужин. Вы можете представить, что мы в том доме ели? Мама дала нам мешок картошки. Ее мы и ели. И Глория варила эту картошку в нижней половине большого старого кофейника. Она выбросила верхнюю его часть и готовила в нижней его части. Нижняя часть выглядела получше. Я пришел. все было просто замечательно. Переоделся. Вернулся в ту маленькую старую гостиную. Я уже почти переобулся. Уже одевал второй ботинок. Вы когда-либо были в темной комнате, возможно, с закрытыми глазами, и когда кто-то в нее входил, вы их не слышали, но вы знали, что в комнате кто-то есть. Вдруг моя комната наполнилась славой Божьей. Сейчас я знаю, что это была слава Божья. Я тогда не знал, что это было. Я знал, что это был Бог, но я не знал, что это было присутствие и слава Божьей. Говорю вам, вдруг я осознал, что моя комната была наполнена Богом. Я зажмурил глаза, и первой моей мыслью было, если я открою глаза, я увижу Иисуса, а если я когда-либо его увижу, мне придется проповедовать, а я не собираюсь этого делать. Глория была на кухне, понимаете? Я закрыл глаза, и я услышал, я не слышал слышимый голос, но я услышал это каждой клеткой моего тела. Казалось, мои брови это услышали. Все. Это было просто что-то всепоглощающее. Внутри меня он сказал, если ты не исправишь свою жизнь в отношениях со мной, ты направляешься в ад дьявола. И я ответил, я знаю это, я знаю, я знаю это. Я действительно это знал, но я сказал, что я буду делать, что мне сейчас делать? Я буду делать все, что ты скажешь мне делать. Я отправлюсь туда, куда ты захочешь, чтобы я отправился. Я буду говорить все, что ты захочешь, чтобы я говорил. Просто скажи мне сейчас, что мне делать? Я просто сказал громко вслух, хорошо, Иисус, войди в мое сердце. И когда я это сказал, единственное, как я могу это описать, это подобно человеку, который вырос в котельной, и впервые в его жизни кто-то выключил все эти агрегаты. Наступит просто оглушающая тишина. Тишина внутри меня была подобна гулу, потому что до этого внутри меня было столько суматохи и беспокойства, и оно просто остановилось. Я сидел там, и я подумал, «О Боже!» Отец, мы благодарим Тебя за Слово Божье, мы благодарим Тебя за Твое присутствие среди нас, мы благодарим Тебя за проявление Твоей славы в каждом избавлении, в каждом спасении, в каждом человеке, жизнь которого была изменена, и семья которого была воссоединена, чтобы начать новую жизнь. Господь, мы просто прославляем Тебя за это. Мы благословляем Тебя за это всем нашим сердцем. Я прошу Тебя во имя Иисуса, когда мы приступаем сегодня к Твоему Слову, чтобы каждого человека сегодня здесь коснулась сила живого Бога, чтобы их жизнь, какой бы ни была их нужда, какого бы это ни требовало сегодня чудо, я прошу, чтобы это произошло во имя Иисуса, согласно Твоему Слову. И, Господь, мы воздаем Тебе всю хвалу, честь и славу за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Всю неделю на этих собраниях мы двигались сверхъестественным божественным курсом. И я хочу, чтобы вы еще раз вернулись к тому, что мы прочитали в первой главе второго послания Петра. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии и так далее. А, я в первом послании Петра. Хотя это было неплохо, не так ли? Второе послание Петра. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, Иисуса Помазанного, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Он получил свою веру от Иисуса Христа, так же, как и все остальные, получили свою веру в Иисусе Христе. И любой, кто примет решение в своем сердце и в своем разуме, я буду в это верить. Я сделаю Иисуса из Назарета Христа, Сына Живого Бога, моим Господом и Спасителем. И каким бы ни было ваше прошлое, даже если вы вообще никогда раньше о церкви не слышали, вера Божья войдет в ваш дух и даст вам мужество и все, что еще для этого требуется и даст вам знание. Что-то происходит, когда человек понимает, что Иисус не мертвый, а живой, и вы принимаете решение верить в это. И внутри вас приходит знание, божественное знание. Я не знаю, как еще по-другому это объяснить. Вы можете быть абсолютным новичком в отношении Библии. Таким, каким был я. Я не знал, где была моя Библия, а уж тем более, что в ней было написано. Я был абсолютно невежествен в отношении Писания. Но та же самая вера, которая сопровождает это решение сделать Иисуса Христа Господом в вашей жизни принесет само присутствие Духа Святого в ваше сердце, просветит ваш разум и научит вас тому, что вам нужно знать из этой книги. И эта книга является жизнью. Давайте прочитаем первое послание Иоанна, пятую главу. Четвертый стих. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Посмотрите на первый стих этой пятой главы. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, всякий верующий, что Иисус помазан Богом и является Сыном Божьим, от Бога рожден». Поднимите руки, кто в это верит. Кто верит, что Иисус является помазанным Сыном Божьим? Что ж, здесь сказано, «Всякий, верующий в это, рожден от Бога. И всякий, как сказала Глория, кем бы вы ни были, вы все равно являетесь всяким». «Всякий, рожденный от Бога, всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, наша, наша». Я не говорю о вере, я говорю о нашей, нашей вере. Кто это написал? Апостол Иоанн? Разве не так? Друг и избранный апостол Иисуса Христа из Назарета. Человек, которому Иисус поручил заботу о своей матери, когда он отправился на Голговский крест, с которым он заключил завет, сказав, «Это моя мать. Она теперь твоя мать. Это теперь твой сын». И этот апостол Иоанн сказал в своем послании, «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша, не моя вера». Как будто у него было что-то другое. Он сказал, «Наша вера». Он получил свою веру оттуда же, откуда вы получили свою. Нет двух или трех разных видов веры. Слово Божие говорит в послании к римлянам, что Бог уделил каждому человеку меру веры. Каждому человеку. Значит, каждому мужчине и женщине одинаково, независимо от их культуры, их происхождения, их цвета кожи. Все это не имеет значения. Каждому человеку. Каждому человеческому существу. Он уделил каждому человеку меру веры. Теперь уже от вас зависит, что вы с ней делаете. Вы можете созидать ее в огромный мир, несравненно большую сильную жизнь. Или же вы можете вообще с ней ничего не делать. Если вы не будете ничего с ней делать, вам придется отвечать за это, поскольку она была дана вам Богом, согласно словам Иисуса, в качестве раба, слуги, чтобы кормить вас, одевать вас, заботиться о вас во все дни вашей жизни. Библия говорит, что праведный, кто является праведным? Тот, кто сделал Иисуса Христа Господом своей жизни. Праведный будет жить своей верой. Аллилуйя. Сияя из победы, побегившая мир, вера наша. И наполненные верой слова господствуют над законами смерти. Я хочу, чтобы вы посмотрели третью главу послания к римлянам, 21 стих. Ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. И заметьте, здесь говорится о праведности, о правильном положении перед Богом, о том, чтобы быть правым с Богом, независимо от закона, явилась. Это происходит. Это можно видеть. О которой свидетельствуют закон и пророки. Пророки древности. Пророки древности являются свидетелями служения Иисуса. Они являются свидетелями того факта, что у нас с вами есть право на веру Божью. Вы следите сейчас за ходом моей мысли. И посмотрите на это. Посмотрите. Правда или праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех. Скажите, всех. И на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его искуплением в помазании Иисуса. Бог дал вам веру, с помощью которой вы могли стать правыми с Богом. Затем Он посчитал вас правыми с Ним благодаря той вере, которую Он вам дал. И это вера самого Иисуса. Я прихожу в такой восторг. Я начинаю об этом говорить. И скажу вам, я с трудом, с трудом удерживаю себя от того, чтобы сорваться с места и начать бегать по залу, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его. Позвольте у вас спросить, у кого из вас есть вера в пролитие Его крови? Что это такое, что просто схватывает вас, когда вы думаете об этом? И кто-то задает вам этот вопрос, и вы отвечаете, у меня есть вера в кровь Иисуса. Что-то поднимается внутри вас. Это Его вера, чтобы верить в это. Возможно, вы все еще находитесь в таком состоянии, когда вам приходится задумываться. Да, да, дайте-ка подумать. Да, я сделал Иисуса Христа Господом моей жизни. Я знаю, что я верю в это. Я ничего не знаю об этом, о крови. Но я знаю, что я верю в это. Шли годы, и я ничего не знал о крови Иисуса. Я слышал, как особенно писятники провозглашали кровь Иисуса. Я провозглашаю кровь Иисуса. Я мог видеть, что в этом была сила. И я мог видеть, что они знали, что делали. Но я не имел ни малейшего представления о провозглашении крови Иисуса. О чем они говорят, провозглашая кровь Иисуса? Я слышал, как один человек как-то сказал, «А, эти, провозглашающие кровь!» Мне сразу же захотелось наверстать упущенное. Да, это мы. И вовсе незачем как-то некрасиво о нас говорить. Но я в действительности не особо знал, о чем я говорил. И я не знаю, почему я не соединил, имея в своем происхождении американских индейцев. Я не знаю, почему я не соединил то, что мне следовало соединить. Но когда я наконец осознал, что Бог Всемогущий в крови Иисуса посредством завета отделил нас для себя, о, теперь я знаю, что они говорили и делали, даже если они сами этого не знали. Дьявол должен был признавать это. Потому что, когда вы говорите, «Я провозглашаю кровь Иисуса в этой ситуации», это та кровь, посредством которой был ратифицирован этот Новый Завет. Иисус сказал, «Берите, пейте». Говоря о чаши хлебопреломления, Он сказал, «Берите и пейте ее. Это Новый Завет в Моей крови, ратифицированный для вас». Эта кровь гарантирует определенные вещи. Это кровный завет. Это кровный завет. Каждое слово этой книги, каждое ее слово, это клятва, данная на крови. Вы приходите в послание к евреям, и вы начинаете изучать это. И скажу вам, вы дойдете до такого момента, когда это приведет вас в такой восторг, что вы с трудом сможете себя сдерживать. И Библия говорит, что это становится якорем для вашей души, ставит на якорь все доводы и споры. И это просто становится внутренней силой внутри вас. В отношении того факта, что Бог ваш отец, а Иисус Христос ваш кровный брат. И все, что принадлежит ему, является вашим. И все ваше его. О, это сильная вещь. Именно это и происходит внутри вас, когда туда приходит вера. И затем вы слышите что-то подобное. И вера поднимается и реагирует на это. Вера приходит, римлянам 10, 17, вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Когда звучит Слово Божье, что-либо о крови Иисуса, имени Иисуса, об этом кровном завете, о том, кто мы во Христе Иисусе, о помазании, о других сильных вещах, о небесном богатстве, когда вы это слышите, внутри вас поднимается вера и просто ухватывается за это. Религия пытается бросить на это тень, опустить это. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. О, нет. С тобой не могло такого произойти. Да кем ты себя считаешь? Это только Орл Робертс, Билли Грэм. Такие люди могут иметь такого рода веру. Но знаете, когда Орл Робертс приезжал в какой-то город, ему говорили, да кем ты себя считаешь? Всегда была одна и та же история, понимаете? Кем ты себя считаешь? Перестаньте думать, кем вы являетесь, и начните знать, кем вы являетесь. Я скажу вам, кем я являюсь. Бог всемогущий, мой отец, Иисус мой кровный брат, и в этой ситуации я провозглашаю кровь Иисуса. Да. 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 Аллилуйя. Аминь. Дьявол подкрадется к вам и начнет говорить. А, да, но ты только подумай о том, что они сделали. Просто подумай о том, как ты... Ты нисколько не изменился. Ты нисколько не изменился. И скажу вам, это не просто ваши собственные мысли. Именно так работают силы тьмы. Они реальны. Они не в одном классе с Богом, но они так же реальны, как и Бог. Они так же реальны, как и вы. Они так же реальны, как и ангелы Божии. И я хочу, чтобы вы знали. Это призвание их жизни. Красть, убивать и губить. И вы являетесь мишенью. Но я скажу вам кое-что еще. В старые времена, если кто-то состоял с кем-то в Завете, вы идите за пределы этой страны. Оно по-прежнему так. Если вы видели, у кого-то здесь на запястье шрам, вы дважды подумали бы, стоит ли вам плохо обращаться с этим человеком, поскольку вы не знаете, у кого еще есть такой же шрам. У кого-то где-то есть точно такой же шрам. И возможно, он самый большой парень в городе. Возможно, он является хозяином дома, в котором вы живете. А если вы окажетесь в некоторых местах в Африке, там это есть. Вы можете оказаться в некоторых местах здесь, в Америке, особенно в некоторых индейских резервациях, которые я знаю. Вам нечего там делать. Особенно некоторым людям, которых я знаю, с их отношением, им там просто нечего делать. и ожидать нормального к себе отношения только лишь потому, что он бледнолицый заявился туда. Но тут вдруг они видят шрам на вашей ладонью. Давайте проверим. Давайте узнаем, что это за человек. Прежде чем устроим, тут много шума. Понимаете? Я имею в виду, что когда вы выросли под влиянием этого, вы думаете таким образом. И большинство белых людей не думает таким образом. Они даже не представляют, что это вообще существует. Но таковы мы по линии белых. Понимаете? И мне пришлось узнать две разные культуры. Скажу вам, я уже говорил это на одном из собраний. Я спрашивал Господа. Я спросил Господь, сделало ли то, что я получил по линии белых, что-то, что является хорошим вкладом в Евангелие? И он ответил, Кеннет, если бы не то, что ты получил по линии белых, ты бы пытался проповедовать Евангелие по всему миру с барабаном. Коммуникация и транспорт. Белому человеку не сидится на месте. Он не может сидеть спокойно. Аминь. Если вы возьмете индейца, он видит красивое озеро, великолепную высокую траву на берегу этого озера, красивые горы на заднем плане, и он говорит, «О, какое место для того, чтобы здесь жить!» И он идет, строит себе хижину и обустраивает все для своей семьи. И приходит чернокожий человек, и он видит это удивительное место, скашивает часть этой высокой травы и делает себе из нее дом. И индейцы спрашивают, «Как поживаете, сэр?» И они говорят, «Да, разве это не отличное место?» «Да, это замечательное место. Если ты умеешь делать что-то, чего не умею я, мы и поладим. Я умею делать что-то, чего не умеешь делать ты. Это просто замечательное место, чтобы жить здесь». Тут приходит белый человек и говорит, «Эй, давайте отправимся и посмотрим, что на другой стороне этого озера». У него спрашивают, «Зачем?» «Зачем нам нужно туда отправляться?» «Только подумайте, там никто еще не был». А не все ли равно? Да, но знаете, если мы переплывем на ту сторону и вернемся обратно, мы будем первыми людьми в мире, которые дважды переплыли это озеро. И что такого в том, что мы дважды его переплывем? И следующее, чего тебе захочется, это отправиться на Луну. Да, да. Но сначала мы должны переплыть это озеро. «Давайте переправимся на ту сторону. Давайте посмотрим, что там». Мы должны туда переправиться. Я должен переправиться на ту сторону этого озера. Как только ты сможешь это сделать, следующим делом ты захочешь отправиться на солнце. «О, да, но сначала мы должны переплыть это озеро, потом слетать на Луну, а потом мы отправимся на солнце». «Зачем?» «Ты идиот». «Ты не можешь отправиться на солнце, ты сгоришь». «О, мы отправимся туда ночью, когда не так жарко». Я имею в виду, что вы не можете отговорить белого человека от этого Вы не можете отговорить его от этого Он придумает какой-то способ сконструировать какой-нибудь суперкостюм, чтобы не сгореть И все равно отправится туда Самый дикий парень, когда-либо появившийся на этой зеленой планете Знаете, даже викинги, и все они Эрик сказал, давайте переправимся через реку и убьем кого-нибудь Боже мой, я не могу здесь оставаться Мы будем убивать друг друга Аминь Разве не так? Я узнал кое-что о своих предках по линии отца Я никогда не знал особо много о его семье Я больше знал о семье моей мамы И буквально несколько дней назад Я узнал, что у меня был прадедушка Который был путешествующим проповедником Он был как я Он тоже не мог сидеть дома Знаете, такой человек никак не мог быть пастором церкви Нет, ему нужно ехать Аллилуйя И я такой же Я не могу сидеть на месте Мне нужно носиться со скоростью звука, понимаете? Боже мой Что вы будете делать, когда приедете туда? Вернусь обратно Да Я должен вернуться обратно Хочется побыстрее вернуться домой О, мне нравится возвращаться домой Господь, как только я сегодня закончу, я сразу возвращаюсь домой Я еду домой Чтобы я мог отправиться куда-то еще Аминь Хорошо Восьмая глава послания к римлянам Подчеркните это местописание Если вы еще этого не сделали Вам нужно помечать для себя это Скажите это Я был сделан праведностью Божьей Во мне есть вера Божья Благодаря этой вере Мой дух смог быть сотворен заново По подобию Божьему Хорошо Восьмая глава послания к римлянам Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе В помазанном Иисусе Живут не по плоти, но по духу Потому что Закон духа жизни В помазанном Иисусе И его помазание В прошедшем времени Освободил Меня От закона греха и смерти Закон духа жизни Это закон веры Он уже был назван законом веры здесь В послании к римлянам Закон духа жизни И самое интересное здесь то, что это закон Законы работают, когда они приведены в действие Есть законы физики Которые мы знаем в этой естественной физической сфере И есть законы в сфере духа Все, что вам нужно сделать Это узнать Что это за законы И каковы их составляющие И они все здесь В этой книге Аминь Когда вы узнаете Каковы составляющие этих духовных законов Как, например, законы веры И вы приводите их в действие Бог гарантировал Что они будут работать Ваше дело Это привести их в действие Его дело следит за тем, чтобы они исполнялись Аминь Отец, мы благодарим Тебя за Слово Божье Мы благодарим Тебя за Твое присутствие среди нас Мы благодарим Тебя за проявление Твоей славы В каждом избавлении В каждом спасении В каждом человеке Жизнь которого была изменена И семья которого была воссоединена Чтобы начать новую жизнь Господь, мы просто прославляем Тебя за это Мы благословляем Тебя за это Всем нашим сердцем И я прошу Тебя во имя Иисуса Когда мы приступаем сегодня к Твоему Слову Чтобы каждого человека сегодня здесь коснулась Сила живого Бога Чтобы их жизнь, какой бы ни была их нужда Какого бы это ни требовало сегодня чудо Я прошу Чтобы это произошло Во имя Иисуса Согласно Твоему Слову И Господь, мы воздаем Тебе Всю хвалу, честь и славу за это Во имя Иисуса Аминь Аллилуйя Итак, в заключении сегодня Наполненные верой слова Скажите это Наполненные верой слова Доминируют над законами смерти Итак, мы только что увидели закон греха и смерти Там под законом греха и смерти Вы не найдете исцеления Но вы найдете это под законом духа жизни Во Христе Иисусе Закон Духа жизни Во Христе Иисусе Или в его помазании Освободил нас От закона греха и смерти Наполненные верой слова Доминируют над законами греха и смерти Запишите это Я дам вам шаги, как доминировать Господствовать Над законами смерти Наполненными верой словами Они простые Но все они являются частью работы этого закона Номер один Знайте точно Какие у вас нужды Перестаньте теряться в догадках по этому поводу Как вы будете это делать? Молитесь Есть краткосрочные нужды Есть долгосрочные нужды Но уделите время тому Чтобы провести его с Богом Уделите время тому Чтобы просто успокоиться И послушать Бога Вам нужно поставить себя в молитве В такое положение Когда вы возлагаете все свои заботы на Бога В отношении ваших долгосрочных нужд Возложите заботу о них на Бога Если у вас есть маленькие дети Не начинайте суетиться И беспокоиться сейчас о том Что они будут делать в колледже Вашему ребенку всего 4 года И вы беспокоитесь о колледже Ну, брат Копланд, это так дорого Откуда вы знаете? Пройдет еще 14 лет Прежде чем он будет готов в него поступать Вы не знаете Может, через 14 лет вообще колледжа не будет Обратитесь к Слову Божьему И отдайте свое будущее в руки Иисуса И слушайте его Он может повести вас начать сеять определенные семена В определенные места Приготавливая вас к этому времени Если нет, не обращайте на это никакого внимания И я знаю Что я не даю страховым агентам Ничего на мне заработать Но если это ваша работа И вам нужно заключать с людьми страховые договоры Тогда молитесь Духе Святом И Господь покажет вам с кем и как их заключать Потому что есть много людей, которые не знают Бога И не будут знать Бога И они очень вас нуждаются Мистер страховой агент Более того Вы должны завоевывать их Вы должны завоевывать их для Иисуса Идя к ним в любом случае Хорошо, номер два Анализируйте свои желания Я не сказал избавьтесь от них Я не сказал избавьтесь Ну знаете, брат Копланд Бог восполняет только наши нужды Он не восполняет наши желания Это неправда Вы когда-нибудь слышали некоторые другие переводы 22-го псалма Господь, пастырь мой Я не буду хотеть Слово Божие говорит в 1-м послании к Тимофею 6-17 Он дает нам все для наслаждения Аллилуйя Итак, анализируйте свои желания Не пытайтесь оправдывать их И не обкрадывайте себя Будьте честными Только лишь потому, что это что-то Чем вы будете наслаждаться Еще не делает это автоматически чем-то негодным В моей жизни есть некоторые вещи Многие вещи Они не имеют никакой ценности За исключением того, что я ими наслаждаюсь Я ими наслаждаюсь Бог ими наслаждается Они не являются чем-то незаконным Безнравственным И большинство из них не ведет к набору лишнего веса Понимаете? В моей жизни нет ничего, чем я не мог бы наслаждаться и воздавать Богу славу за наслаждение этим Если это что-то, за что мне должно быть стыдно перед ним Пусть оно убирается вон Аминь Мне нравится пилотировать самолеты Мне нравится летать Когда я куда-то направляюсь И мне нравится пилотировать самолеты Когда я никуда не направляюсь Мне нравится подниматься в небо и летать кругами Мне нравится пилотировать самолеты. Мне просто нравится летать, летать, летать. Я люблю летать. Если я не буду внимателен, я так увлекусь своими полетами, что у меня не будет времени заниматься чем-либо другим. Поэтому вам нужно быть внимательными, чтобы ставить это на свое место. За последние 30 лет мне неоднократно приходилось приходить к Богу и говорить, «Я не позволю этому встать между тобой и мной». Если это встанет между нами, я сразу же брошу это. И Бог всегда благословлял меня этим. И если нужно было, отдергивал меня, возвращал это на свое место, расставляя правильные приоритеты. Если я буду проводить все свое время, читая летные журналы, только это и будет меня интересовать. Так не пойдет, друзья. Вам придется проводить время в Слове Божьем. Но Бог благословил меня авиацией и позволил мне наслаждаться этим на протяжении всех этих лет. Джон, мой сын, тоже пилот. Нам нравится летать вместе. Мой внук тоже вскоре к нам присоединится. Он сейчас проходит обучение и вскоре получит свое разрешение на пилотирование самолетом. Мы наслаждаемся этим. Мы отлично проводим время за этим. Это радость от Господа. Это хорошая вещь. И мне нравятся машины. Я наслаждаюсь машинами. И Глория многие годы говорила это про меня. Если это машина, и она действительно скоростная, не имеет значения, что это за машина. Единственная машина, которая мне не нравится, это газонокосилка. Я их ненавижу. Я ее не хочу, у меня ее нет. Она слишком медленно ездит. Итак, вы должны анализировать свои желания. Анализировать их честно. Я должен быть честным с самим собой. Я не могу просто оправдывать что-то. Ну, я знаю, мы могли бы найти этому хорошее применение. Я скажу вам, зачем мне это нужно. Затем придумывать какую-то глупую ложь, которая не будет работать. Ложь не работает. С другой стороны, это не дисквалифицирует это только лишь потому, что это что-то, что вы хотели бы иметь. Буквально несколько дней назад стало доступно кое-что, чего мне хотелось не один год. И я говорил это уже давно, не зная сколько раз. У меня будет такое. И каждый раз, когда я это говорил, я думал, «Я имею то, что говорю, и во имя Иисуса из Назарета. У меня будет такой». Я увидел однажды его фотографии. Я сказал, «У меня будет такой». И скажу вам, это желание настолько сильно поднялось во мне, а потом я сильно на этом обжегся. Я двигался к этому. «У меня будет такой». Я сказал об этом Глория. Я сказал, «У меня будет такой». «Так что можешь собраться с духом, потому что я намерен это сделать». И она посмотрела вот так на меня. Но я сказал, «Ты можешь смотреть как хочешь, я собираюсь приобрести себе это». И я не часто это делаю. Но когда оно заходит так далеко, просто приготовьтесь. Постройте еще один ангар. «Потому что у нас будет такой». И я сказал ей, «У нас будет такой». И я пошел дальше. Я позвонил тому человеку и поговорил с ним. Все звучало очень даже неплохо. И у меня есть деньги, чтобы это сделать. Я думал. Да? Нет, нет, я знаю, ничего не говори. Я знаю, я знаю. Она сказала, «Я ничего не говорю». «Но я прекрасно знаю, что у меня есть деньги, чтобы это сделать». Я положил трубку. Я разговаривал с тем человеком, и я подумал. У вас когда-либо возникала такая мысль? «О, мне не хочется спрашивать об этом Бога». Вы уже знаете внутри себя. Вы прекрасно знаете, что вам незачем с этим связываться. Я подумал, «Ну, я дал слово, понимаете?» Я же дал слово. Господь, во имя Иисуса, если это неправильно, я не буду это делать. Я сказал, «Мне действительно этого хочется?» «Да, Господь». «Ты знаешь, что я хочу это иметь?» И в моей жизни были другие вещи, в отношении которых я чувствовал то же самое. И я говорил ему это. И он говорил, «Пусть оно будет на своем месте». «Мне все равно». «Да, да, ну что ж, давай, вперед». Продолжай наслаждаться этим. Если эта вещь выходит за определенные рамки, посейте ее как семя, избавьтесь от нее, удалите ее из своей жизни. Я не сделал тогда и двух шагов от телефона, как «О, внутри меня вот здесь была просто зона молчания, просто мертва зона». Вы знаете, что я имею в виду под мертвой зоной? Да, вы знаете. Прямо вот здесь. В голове я по-прежнему чувствовал то же самое в отношении этого. Оно казалось мне таким же хорошим, как и раньше, но вот здесь. Лучше оставь это в покое. Не стоит этого делать. И я не мог принять этого внимания и пойти и сделать это. Но я задолго до этого уже научился на своих ошибках. Не пренебрегайте своим духом. Не пренебрегайте им. Не важно, кто этого хочет. Не важно, насколько хорошо это выглядит. Или не важно, кому вы сказали, что вы это сделаете. Если у вас внутри возникает такое, не пренебрегайте этим. Возможно, вы не сможете этого объяснить. Ну, я не понимаю, что... Не имеет значения, если вы не можете этого понять. Возложите заботу об этом на Бога и откажитесь от этого предприятия. И я не говорю о страхе. Если это приходит в форме страха, я скорее всего выберу это сделать. Я сделаю это, чтобы просто разгромить страх. Я отказываюсь от страха в своей жизни. Страх не от Бога. Иногда здесь требуется некоторая практика, чтобы узнать разницу между одним и вторым. Особенно, если у вас по-прежнему есть какой-то страх. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Если в вашей жизни есть какие-то вещи, которые по-прежнему мочуют вас, возьмите за них и удалите их со своего пути. Поскольку они будут мешать водительству, голосу Божьему, или свидетельству Божьему, или Духу Божьему, который ежедневно ведет вас и хранит вас от беды. Поскольку вам нужно знать разницу между страхом и словом «стоп». Между страхом и словом «стоп». Понимаете? Не двигайтесь дальше в этом направлении. Возможно, это не несет в себе никакой опасности. Возможно, что это... Кто знает? Здесь может быть множество разных вариантов. Но не важно, что это. Если внутри вас есть вот это, что говорит «не делай этого», как сильно бы вашей плоти не хотелось этого сделать, сразу же отдерните ее. С другой стороны, может быть что-то, особенно в сфере финансовых инвестиций, подобного рода вещей, не бросайтесь, не ввязывайтесь во что-то только лишь потому, что оно выглядело очень даже неплохо. Уделите время тому, чтобы прийти перед Богом. И если кто-то говорит «тебе нужно поторопиться, тебе нужно это сделать», я уже сразу в этом не участвую. Если вы будете поторапливать меня и давить на меня, я не буду этого делать. Если вы проведете достаточно времени, молясь в духе, проведите достаточно времени, просто уединитесь где-то и успокойтесь в отношении этого. Уделите этому по крайней мере три дня. Послушайте Бога, узнайте. Перестаньте спрашивать других людей об этом. Каждый раз вы будете получать разный ответ. Спросите Бога. Он ваш Господь. Он ваш Спаситель. Пойдите и узнайте. Уделите этому время. И я могу вам обещать. Вы будете допускать какие-то ошибки. Но самой большой вашей ошибкой было то, что вы даже не попытались. Узнавайте, слушайте, ходите в том, что дал вам Бог. И Он будет давать вам какие-то вещи, показывать что-то. Он вытащит вас из вашей неразберихи и соединит вас с хорошими людьми. Хорошими людьми. Аминь. Глядя на кого-то сейчас, не особо это скажешь. Но кто знает, что Бог сделает с ним в последующие несколько лет. Понимаете? Следуйте за Богом. Слушайте Его. Анализируйте свои желания. Молитесь. Слушайте Бога. И вот, вы разобрались со своими нуждами и вы разобрались со своими желаниями. Третье. Найдите в Слове Божьем места Писания, покрывающие эти нужды и желания. И пребывайте в этих местах Писания. Мы много говорили об этом на этой неделе. Стойте до тех пор, пока надежда и вера не скажут, совершилось. Мы ясно это видим. Пребывайте в Слове Божьем до тех пор, пока вы не будете ясно видеть Божьи направления внутри себя. До тех пор, пока вы не будете знать, что вы делаете. И следующее. Не ослабевайте в этом. Пребывайте в этих обетованиях Слова Божьего, которые покрывают эти нужды и желания. До тех пор, пока вы на самом деле. Не до тех пор, пока вы вроде бы, или пока вам будет казаться, что вы. Но пребывайте в них. Храните их у себя перед глазами. Вкладывайте их в свои уши, в свои уста и в свое сердце. В свои уста храните у себя перед глазами. Вкладывайте свои уши, в свои уста и в свое сердце. пребывайте в этих местах Писания, в Слове Божьем до тех пор, пока вы на самом деле не будете поступать и говорить так, как будто это уже осуществилось. Один человек подарил однажды Джерри Савейлу двухмоторный самолет, и он был несколько шокирован тем, что Джерри начал прыгать, кричать, ликовать и бегать повсюду. Он спросил, почему? Эй, почему ты не пришел от этого в восторг? Джерри ответил, я уже давно это сделал. Когда Бог сказал ему, что у него может быть такой самолет, и он посел семи, и пребывал в Слове Божьем, пребывал в Слове Божьем, он пребывал в Слове Божьем в отношении этого самолета до тех пор, пока это не стало настолько реальным внутри него, что для него это уже произошло. И к тому времени, как это произошло, аллилуйя, он просто сел в него и полетел. Аминь. Именно такими вы и должны быть. Аллилуйя. И следующее. Не слушайте и не верьте ничему из видимого мира, из мира грез, естественного мира, церковного, религиозного мира, или любого другого источника. Не слушайте и не верьте ничему, что против вас, вашей победы, вашей веры, и вашего Господа Иисуса, который избавил вас, и Его Слово, которое освободило вас от закона, греха и смерти. Вы можете любить их, но не присоединяйтесь к тому, что будет ослаблять и разрушать ваше видение внутри вас, то, что Бог вложил в вас. Следующее. Прилагайте к вере вашей, добродетель, нравственную силу, нравственную благость. Делайте то, что является правильным. Делайте это потому, что это правильно. Только лишь поэтому. Потому что Бог сказал это в Своем Слове. Делайте это, и делайте это правильно. Делайте то, что является правильным. Делайте это потому, что это является правильно. И затем делайте это правильно. Мне нравится говорить это так. Делайте это правильно с самого начала. Вкладывайте какое-то качество в то, что вы делаете. Однажды я начал нервничать. Я сказал, Господь, я устал проводить эти собрания. Я провожу собрания и на протяжении двух-трех недель на них приходит 40-50 человек. Я устал от этого. И в тот вечер у меня на служение было 50 человек. И я проповедовал так, как будто их там сидело 10 тысяч. Но затем я вернулся в свой гостиничный номер, и я сказал, Господь, я устал от этого. И Бог сказал, могу я задать тебе вопрос? Я ответил, конечно. Он спросил, у тебя на служении было всего 50 человек, верно? Я ответил, да, верно. Он спросил, ты не считаешь это большим количеством? Я ответил, честно говоря, я считаю это очень маленьким количеством. Я действительно был расстроен. Он сказал, мой вопрос в следующем. Что если бы там сидело 50 губернаторов штатов? Это было бы большое количество? О да. Если бы там сидело 50 губернаторов Соединенных Штатов? Это был бы полный зал. Не так ли? Почему? Благодаря тому, что они представляют. Он спросил, что если бы там сидели генеральные директора 50 компаний, возглавляющих список крупнейших по объемам продаж американских корпораций или 50 крупнейших корпораций мира? Ты посчитал бы это маленьким количеством людей? Нет, это большое количество людей. Большое. И затем Бог сказал, я хочу, чтобы ты знал. Он одернул меня. Он сказал, я хочу, чтобы ты знал, Кеннет Копленд. Я прислал мой выбор. Я прислал на эти собрания людей, которые жаждут моего слова. Я прислал туда людей, которые хотят знать, как ходить верой. Я прислал туда людей, которые жаждут победы в своей жизни, которые готовы идти столько, сколько потребуется. Поэтому, как ты смеешь говорить, что это маленькое количество людей? Оу! У нас там сегодня собралось большое количество людей. Слава! Время от времени Богу приходится исправлять это. Делайте это правильно с самого начала. Делайте это качественно. Не обсчитывайся, чтобы сэкономить свои деньги. Делайте это правильно. Если у вас не было времени сделать это правильно в первый раз, когда у вас вообще будет время сделать это снова или исправить это? Поэтому прилагайте максимум усилий. Итак, добродетель, сила, нравственная энергия. В старом словаре Ноэ Вебстера, не в новом, из которого какой-то неверующий выбросил все, написанное мистером Вебстером. В словаре Ноэ Вебстера за 1828 год говорится, что добродетель означает отвагу и мужество. И он ссылался на то же самое место Писания, с которого мы с вами сегодня начали во втором послании Петра, первой главе, где говорится «покажите в вере вашей добродетель». И он ссылался на слово «добродетель» в этом месте Писания. Он поместил это место Писания в свой словарь и сказал, что оно означает отвагу и мужество и нравственная благость. Это образ жизни. Вы исполняете моральный долг из искренней любви Божьей. Никогда, никогда не ждите, пока что-то заставит вас делать то, что является правильным. Делайте то, что является правильным с самого начала. Помазание Божье – это то святое, что Он вам доверил. Бог планирует, что вы будете его использовать. Он планирует, что вы будете использовать свою веру. У вас есть та же вера, которая была у Петра. У вас есть та же вера, которая была у Иоанна, которая была у Павла. У вас есть та же вера, которая есть у Иисуса. Аллилуйя! Я верю всем своим сердцем, поскольку я знаю, что произошло в моем духе на сегодняшней передаче. Я верю, что многие наши телезрители, которые ухватились сегодня за Слово Божье, получили ответы на многие свои вопросы. Режиссер нашей передачи Тим Фокс только что как раз сказал, «Это так просто, верно? Это настолько просто, что вам нужно потрудиться над тем, чтобы неправильно это понять. Но религия является великим обманщиком. Религия говорит, ну, смешай это с двумя стаканами лимонного сока, одним стаканом земли, двумя глазами лягушки и одним грибом. Это не будет работать. Ну, это никогда не работало. Наверное, Бог никогда и не хотел, чтобы это для нас работало. Но, знаете, так это делал мой дедушка, а до него так это делал его отец, и для них это тоже не работало. И религия именно это и делает. Религия вставляет между строк все то, что убивает веру. А вера является катализатором. Иисус сказал, «Ваши традиции делают Слово Божье неэффективным, устраняют его». Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Хвала Господу. Это духовный закон. Если вы получили освобождение, смотря эту передачу, если она благословила вас, и если вы верите, что она пришла в вашу жизнь от Бога Всемогущего, тогда у нас есть определенные обязанности, оговоренные в Слове Божьем. И я говорю это не потому, что хочу, чтобы вы присылали деньги в наше служение. Честно говоря, что касается денег, неважно, пришлете вы их или нет. У меня есть вера, чтобы верить об этом Богу. И именно это я и делаю. Но Слово Божье говорит, для того, чтобы вы могли быть благословлены и могли пребывать в этом, если вы научились чему-то и были благословлены духовно, то вы ответственны за то, чтобы поделиться своим добром, чтобы помочь этому служению благословить кого-то еще. И для меня это важно, поскольку я хочу видеть это живым в вашей жизни. И кто-то может сказать, «Да, но я не верю во все это сеяние». Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И в этой шестой главе послания Галатам Павел говорил о деньгах. Так уж оно устроено. Именно об этом там и говорится? Да, именно об этом. Это хорошая иллюстрация, не так ли? Мне это понравилось. Слава Богу! Отец, мы молимся о сегодняшнем дне пожертвований на этой передаче во имя Иисуса. Я прошу тебя, открой каждому человеку, который меня сейчас слышит, как они могут участвовать в финансовой поддержке этого служения и того, что оно делает, достигая этот мир с законами веры на бескомпромиссной основе. И мы благодарим тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Что бы Господь не говорил вам сделать, сядьте и сделайте это. Просто напишите нам в миссию Кеннета Копланда по адресу, который вы видите сейчас на экране. И в своем письме укажите, пожалуйста, по какому каналу вы смотрите нашу передачу. Будьте частью хорошей церкви. Присоединяйтесь к нам на передаче «Победоносный голос верующего» с понедельника по пятницу. А пока я, Кеннет Копланд, напоминаю вам, что Иисус Господь.